Узнать раньше Чтобы все пошло наперекосяк в Карелии, не требуется даже черная кошка. В качестве предвестника апокалипсиса в отдельно взятой республике достаточно мелкого грызуна. В минувшие выходные петрозаводчанин Олег Галашев увидел на трассе фонтаны мышку, которая бежала по лыжне. И понеслась. Победителей лыжни России в Подмосковье наградили автомобилями ВАЗ, сообщает ТАСС. У нас лыжникам выдали по картонному ведру с кукурузой. Петрозаводский победителям лыжни России вручили попкорн. Вот это знобедательный день. Я хочу подарить тебе безвозмездно вот этот штурок. Возможно, черная кошка все-таки где-то рядом. С чего бы иначе, президент наконец-то задал вопрос, вертевшийся на языке у жителей Карелии по всякому поводу. А куда деньги-то идут? Перед экономическими властями Карелии замаячила перспектива за свои экономические убеждения отправиться в ссылку. Туда, где нет ни ветхого жилья, ни федеральных денег на его расселение. А в армии я потому, что меня жена с тещей хотели в сумасшедший дом отдать. За убеждение. Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть. Суслик, скрытый в деталях, обнаружился и по итогам тайной пресс-конференции трех богатырей от «Справедливой России». СМИ это мелкое происшествие не заинтересовало. Пришли всего трое журналистов, причем одна редакция работала в рамках госзадания. Ничто не напоминало об анонсированном в пресс-релизе чрезвычайном характере этой уютной пресс-конференции. Сенсационность заявления трех эсеров заключалась буквально в следующем. Все в мире должно быть параллельно и перпендикулярно. А еще парламентарии наедине с самими собой агитировали миллионы будто бы наивных россиян подписывать наказ лидеру эсеров Миронову. Там, в Москве, надавить на Дмитрия Медведева, чтобы тот отменил внедренную единой России плату за капремонт. Жалкие зрелищи. Душераздирающие зрелищи. Кошмар. Торжество лицемерия. Все трое политических позеров Гаврилов, Рогалевич, Позерн дружно голосовали за поборы на капремонт в 2013 году. Вы, господа товарищи, народные избранники, либо трусы наденьте, либо крестик снимите. Прямо предвыборные мазохисты какие-то хотят, чтобы им больно сделали. И ведь избиратели могут выполнить их требования, когда правду узнают. Вот тебе седина в бороду. Вот тебе бес в ребро. Понемногу горожане начинают узнавать правду и о хозяйственной деятельности экс-мэра Петрозаводска. Из традиционных СМИ, а не из нетрадиционных видеоблогов. Еженедельные отчеты, которые считала своим ноу-хау бывшая мэр Галина Ширшина, оплачивались из бюджета карельской столицы. На эти цели в казне ежегодно резервировалась сумма в 400 тысяч рублей. Ну подожди, я сейчас все выясню. Полученное до внедрения ЕГЭ образование позволяет вычислить, что каждый видеоотчет Ширшиной в среднем обходился в 8 тысяч рублей с хвостиком. Вы что, серьезно? Час работы свадебного оператора – полторы тысячи рублей. Вот это поворот! По мере поступления информации о гешефтах, которые устраивала в мэрии команда Василия Попова, будет сходить на нет и очарование Галины Ширшиной. И полиняет в конец светлый образ бывшего Петрозаводского мэра. Знаете, все это время он искусно маскировался под порядочного человека. Я ему не верю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok